Всем привет! С вами Артур Михеев и OneSiteMediaShow. Те из вас, кто подписан на нашу группу ВКонтакте, знают, что не так давно мы закончили один небольшой проектик, снятый целиком и полностью на iPhone 6. Я всегда очень любил музыку. И хотя родители были против выбора сыном творческой профессии, он их не послушал и стал музыкантом. В детстве у меня было не очень много поддержки со стороны родных и близких. Я уже говорил о том, что хочу снять целый короткометражный фильм целиком на мобильный телефон. Задача эта крайне сложная. Вот эта вот работа, которая была своего рода небольшой тренировкой, лишь доказала это еще сильнее. Сегодня я хотел бы поделиться с вами теми проблемами и трудностями, с которыми мы столкнулись в процессе создания этого видео. Поехали! Страбящее изображение в слоумо. Часть сцен в работе была снята со скоростью в 240 кадров в секунду. iPhone 6, благо, обладает такой функцией и при хорошей освещенности выдает очень неплохие по меркам телефона, конечно же, результаты. И ключевое словосочетание тут – хорошей освещенности. У нас примерно в половине всех сцен, как вы, наверное, заметили, света крайне мало. И это сгенерировало определенную проблему. Изображение начало страбить. Почему так происходит, скажу сразу. В свете я не профессионал. Однако мое предположение следующее. Связано это с частотой тока в сети – 50 Гц. И тем, что ток, по сути, меняет свое направление 50 раз в секунду. Чем выше скорость съемки, тем заметнее этот скачок направления движения света. Изначально я думал, что мерцание связано с недостатком света в принципе. Однако тесты, проведенные мною в темной комнате с одной лишь зажигалкой, которую вы можете видеть сейчас на экране, показывают, что нет, проблема явно не в этом. Кстати, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Будет достаточно любопытно почитать. Мне в том числе. Тем не менее, старобящее изображение пришлось лечить на посте. И, как вы можете заметить, не везде это удалось на 100%. Хотя, надо признать, что стало заметно лучше. Кому интересно, кстати, я использовал тот же самый метод, который я описывал в одном из своих прошлых уроков. Вот в этом. Качество и цветокоррекция. Вторая проблема – это качество самой картинки. iPhone 6 обладает хорошей камерой, для которой, увы, тоже нужно много света, если вы хотите добиться достойного результата. Когда снимаешь на улице, при ярком солнце проблем нет. Однако, если нужно добиться определенной художественности в темном помещении, могут возникнуть проблемы. В одной из этих сцен, например, когда герой сидит в темном кинотеатре, мне хотелось оставить его во мраке, лишь слегка осветить его контровым светом. Это весьма красиво, как мне кажется. Тем не менее, даже опустив ISO на максимально минимальное из возможных значений, при покраске на постпродакшене кое-где начал вылезать шум. Увы, как ни крути, iPhone это вам не Blackmagic, и само собой картинка с телефона плохо поддается цветокоррекции. В нашей группе мне задавали вопрос, как добился такого хорошего результата. По правде говоря, я не считаю результат столь хорошим. Вышло скорее неплохо и смотрибельно, но не более того, и стремиться, конечно, есть куда. Красил же я при помощи своего любимого MagicBruit Looks. Однако тут надо быть крайне осторожным. Как я говорил, картинка с телефона плохо подходит для цветокора. Тут главное не переборщить. Если переборщите, картинка, скорее всего, начнет рассыпаться. Стабилизация. При съемке я использовал отличное приложение ProMovie, о котором я уже говорил в одном из своих прошлых выпусков. Кто не видел, опять же, жмакаем на экран и смотрим. В эту программку встроен хороший стабилизатор изображения, который, правда, работает только при съемке в 1080p. Если вы захотите снимать, скажем, в 3К, то, увы, стабилизатор отключится. Это я к чему? В большинстве случаев встроенный стабилизатор и мои накопленные навыки позволили мне делать относительно плавные проезды без каких-либо проблем. Однако в ряде случаев мне все же не хватало дополнительного железа, например, рига для мобильного телефона. С помощью такой приблудины можно отдалить свои руки от камеры, тем самым снизить возможную тряску и сделать картинку более приятной. Кому интересно, Райан Конноли, например, затрагивал эту тему в своем видеоуроке, посвященному съемке фильма на iPhone 4s. Ссылка будет в описании. Освещение и, опять же, качество. Как я уже говорил ранее, iPhone 6 выдает достойное качество для телефона, конечно же, при, опять же, хорошем освещении. То, что мы снимали на улице, проблем не вызвало. Там дневного света было достаточно. Однако съемки в кинозале и в студии были более проблемными. Например, некоторые моменты мне хотелось отснять именно в 240 кадров в секунду для нужной мне драматичности. Увы, iPhone 6, например, снимает 240 кадров в секунду только в 720p. Это не сильно заметно при ярком дневном свете, а вот при недостаточном заметно очень сильно. Картинка становится более мыльной, шумной и пикселеватой. И с цветокором, например, возникают еще большие проблемы, не говоря уже о стропящей картинке. Именно по причине плохого качества в итоговое видео не вошло часть отснятых кадров, которые теоретически были сняты нормально, с точки зрения постановки, в первую очередь. Ими пришлось пожертвовать. Снимать в Slow Mo, кстати, в ProMovie нельзя. Тут мне приходилось использовать стандартное приложение камеры iPhone. Однако, если тапнуть на экране и подержать палец там какое-то время, то включится режим блокировки фокуса и экспозиции. И в этом случае картинка не будет постоянно становиться то ярко, что темнее, и фокус не будет сбиваться, что обычно сильно бесит. Хотя, увы, этот лог на экспозицию и фокус периодически сам собой слетал, и приходилось выставлять его заново. В остальном проблем не было. Однако, все-таки повторюсь, снимать что-то художественное и серьезное на один лишь мобильный телефон крайне сложно. Особенно, когда ты привык к профессиональному оборудованию, где и картинка хорошего разрешения, где она и красится лучше, с глубиной резкости, и вообще доставляет куда меньше хлопот. Тем не менее, снимать что-то подобное на телефон было крайне интересно. И я все-таки не отрекаюсь от своей идеи снять короткометражку на телефон. Посмотрим, что из этого получится. Кстати, наша работа участвует в конкурсе минутных фильмов, снятых на мобильные телефоны. Собственно, для конкурса она, в общем-то, и снималась. Будем рады вашей поддержке. Проголосовать за работу можно на сайте, в разделе «Голосование» и в подразделе «Популярное». Мы пока там висим на самом верху. Регистрироваться не надо, просто голосуем через аккаунты Google. Ссылка на все это дело будет также в описании. Заранее спасибо тем, кто поддержит, и большое спасибо тем, кто уже поддержал. Ну, а на этом у меня все. С вами был я, Артур Михеев, и OneSiteMediaShow. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте пальцы вверх. Увидимся в новых видео. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!